Здравия дорогие друзья! Мы находимся на прекрасной набережной города Киева. Это Русановская набережная, да? Нет, это не Русановская. А как называется это место? Это набережная Флоренции. Набережная Флоренции. Это что находится возле станции метро Левобережной. И вот прогуливая здесь, я вижу, как здесь красиво и хорошо. И некоторые люди вешают объявления на эти столбы, которые сам пачкают эти столбы. И вот, к примеру, скажем, такое маленькое объявление. Это, конечно, маленькое объявление, да? Но таких объявлений очень много и очень большие. И что я увидел? Я увидел, что есть люди, которые сидят за тем, чтобы было чисто. И которые просто проявляют свою миссию. Миссию обгораживают это место. И вот есть такой человечек Валентин. Италий Валентин. Виталий Валентинович, который вот ходит и просто делает свою добрую миссию. Вот у него есть такой инструмент, наждачная. Наждачная такая. Она уже стерлась. Сколько вы уже работали, да? Да. Она уже стерлась. Можно только догадаться, сколько уже было стерто этих объявлений. Вот этой щеткой. Это вода. И вот водичка, которую сначала мы брызгаем для того, чтобы она смягчилась, размокла. А потом шкрябаем. И вот Виталий Валентинович делает это благостное дело. Вы на пенсии находите, да, я так понимаю? Да. Вот смотрите. И вот человек вместо того, чтобы отдыхать, наслаждаться жизнью и радостью, он свое время проводит, наводя чистоту. Я воспринимаю это как свой дом. Да, это правильно. А в доме должен быть порядок. И когда я вижу порядок, это приносит мне удовлетворение. Вы знаете, перед этим мне не было стимула как-то выйти, что-то сделать. Телевизор, диван. А здесь стимул появился. Я делаю полезное дело. И это заставляет меня физически кое-какую активность проявлять. Хоть у меня уже все равно будет 80. О, вы шутите? Вам 80 лет? 79 лет? Вот это я еще поклонник не должен сделать вам за ваши труды и за ваше состояние. Вы молодец просто. Два, три поклонника. У меня куча еще болезней. Вот это вы. Ну, вы очень хорошо выглядите. Я бы никогда в жизнь не сказал. 80, 79 лет, мама дорогая. 79, да. Вот это да. Вот. И это как-то скрашивает. Хотя, жена, например, недовольна. Что ты ходишь там, как бомж? Вы же доброе дело делаете. Вы это вообще здорово. Лучше б сидел дома или что-то дома брал. Но я говорю, ты говори, я сделаю. Вот. Но многие люди, конечно, чувствую, я чувствую поддержку. Вот. Но включаются очень мало. То, чтобы лично как-то принять участие, навести порядок в своем доме. Так что я призываю всех. Скажите все слова, которые вы хотели бы сказать. Давайте на слово, что я поеду, чтобы было видно. Скажите те слова, которые вы хотели бы сказать людям. Я хотел бы сказать, что, люди, присоединяйтесь. Мы сделаем наш дом краше, чище. И это, в общем, возрождение основы. Человек должен жить в чистом доме. И тогда уже легче навести порядок и в верхах, и в средней части, и внизу. Везде. Так что включайтесь. Спасибо вам огромное, Виталий Владимирович, за ваше добро, за ваш труд, который вы вкладываете в сердечность, в вашу заботу об этом прекрасном месте. И не важно, где это находится. Я предлагаю, чтобы мы все, друзья, услышали слова этого мудрого, доброго человека, который заботится о месте, в котором он живет. Я предлагаю всем нам заботиться о местах, где мы живем, наводить в чистоту так, как мы можем. И самое главное, не ссорить чисто там, где не ссорят, а не там, где убирают. Я предлагаю всем нам следить за своей чистотой в вашем доме и призывать к этому других. Спасибо вам огромное. Вам спасибо за то, что вы приняли участие в распространении моего опыта. Хорошего дня вам. Мамасты. А вот так, пожалуйста, друзья, это вот так, что я сегодня видел. И хочу призвать вас к этому благостному делу. Люди, человеку 79 лет, 80 лет человечеку. И он заботится о месте, в котором он живет. И я предлагаю вам, друзья, задуматься о этой миссии. Содержать в чистоте и порядке тот дом, то место, в котором вы живете. Чтобы такая красота, которая окружает нас, она была чистая. Чтобы здесь было приятно находиться. И что нам не нужно чистить. Пускай у нас будет чисто. И не нужно будет... Не будем пачкаться, и не будет чисто. А Виталий Валентинович продолжает свою миссию по очистке пространства, в котором мы находимся. Ну вот, друзья, пожалуй, все. Это было мое вам послание. И от Виталия Валентиновича. Человечка, который своим пассивным трудом вносит благость в нашу жизнь. Я предлагаю, чтобы каждый из нас вносил ту благость, которую он может. Не бросайте лишний раз мусор на дорогу. Бросьте ее в урну. Если вы видели где-то мусор, вы можете поднять. Поднимите его, пожалуйста. И совершая таким образом благочестивые поступки, мы делаем нашу среду, в которой мы живем наш дом, чище. Это же так здорово. Своим примером обмагаем другим становиться лучше. Ну вот, друзья, пожалуй, все. С вами Ярослав Мудрый Воронцов, Академия семейных отношений Веда Дум и тренинговый центр Green Mind Life. Мы зажигаем звезды и живем на яркой стороне. Соединяйтесь к нам. Шири на яркой стороне. Нам постоянно. Прекрасные места, как сказал Валентин Валентинович, Виталий Валентинович, фиатфановское каналы, что-то такое. Но это очень красиво. В черте города иметь такие тихие красивые места. Тело осталось за малым. Привножить эту красоту и держать ее в лакостном состоянии. Любите себя, любите своих близких, любите всех вокруг. И добро вернется вам в столице, дорогие друзья. Намасте.